Ренат, здравствуй! Я рада видеть тебя у нас в гостях. Ты, как всегда, с новыми победами, с новыми успехами. Начнём с того, что ты стал победителем среди профессионалов на всероссийском конкурсе, который ежегодный уже стал в городе Кисловодске «Артмай». Я знаю, что экспертная жюри выделила единогласно твои работы. Мне бы хотелось узнать, какие работы ты выставил, как для тебя этот конкурс прошёл и насколько это была ожидаема, вот эта победа. Добрый день было, добрый день, дорогие телезрители. И спасибо большое за поздравления. Я каждый год стараюсь участвовать в этом конкурсе, тем более он уже стал ежегодный. И что мне нравится в «Артмай» — то, что каждый год они выбирают новую тематику. То есть не повторяется, это не классический конкурс в том виде, в котором мы обычно привыкли представлять подобное мероприятие. Каждый год новая тема. И вот в этом году у нас было анонсировано, что у нас год семьи. Всероссийский проект такой у нас сейчас идёт. И как раз я вот думал, у меня завершился один проект, назывался он «Хранители наследия». Он, как вы уже знаете, связан у меня тоже с депортацией. И в этом году мы заканчивали прошлогодний проект, который начали в 23-м. И так получилось, что вот эти тематики, они перекликаются, потому что в прошлом году у нас был год педагога-наставника, в этом году год семьи. И так как в том проекте я фотографировал портреты бабушек, дедушек с нынешним поколением, то есть это внуки, правнуки, я решил некоторые работы как раз объединить в отдельный триптих и отправить вот на этот всероссийский конкурс «Артмай». В этом году тематика была именно семья. Я отправил три работы, они были разноплановые. И как раз мне хотелось показать, что у нас есть такие вот хранители наследия в одном поколении и продолжители этого наследия в другом поколении. То есть вот молодое поколение, которое сейчас подрастает, как преемники тех традиций, тех нравственных постулатов, которые были заложены в нашем народе, в народах Северного Кавказа. Я как раз хотел передать вот этими работами. И, конечно же, для меня было большой неожиданностью, потому что судейская коллегия была у нас со всей России. И, как мне сказал организатор данного проекта, это Камукова Ратима, она сказала, что вот они как-то единогласно приняли такое решение. Это, конечно, для меня отдельный показатель. То есть не было каких-то моментов, что они сомневались, а вот именно единогласно. И для меня это прям высшая оценка в этом плане, когда оцениваю твою работу именно единогласным решением. Как ты сказал, проект хранители наследия завершен. Будет ли его продолжение? Да, хранитель наследия очень успешно себя проявил. По итогам, тем более, когда у нас состоялось открытие в городе Черкесске, в картинной галерее была выставка. И в Карачаевске по сей день, кстати, выставочная экспозиция, она до сих пор доступна. Находится она на территории Карачаево-Черкесского государственного университета в Институте культуры и искусств на втором этаже. По сей день можно прийти и посмотреть эти работы. И, как мне сказал директор Института культуры и искусств Наталья Кириченко. То есть, пока не планируется вообще даже закрытие, потому что есть интерес к этой выставке, люди по сей день приходят. И я очень рад на самом деле, потому что этот интерес до сих пор он есть. И, конечно же, мысли о том, чтобы продолжить этот проект, у меня в голове они сразу появились, потому что мне хочется продолжить, собрать больше материала. Есть у меня тут материал, который уже у нас отсортирован. Скорее всего, мы будем делать цифровой банк. Я вот думаю, пока на какой платформе это будет происходить, либо это будет у нас в социальных сетях, либо мы сделаем облачное хранилище с открытым доступом. Ринат, я всегда удивляюсь, где ты находишь таких интересных людей. На самом деле, на первый взгляд, это самые обычные, простые люди, но при этом они совершенно уникальны. Каким образом ты подбираешь своих героев? Я полностью согласен, потому что на первый взгляд, действительно, мы живем среди этих людей. Каждый день мы видим, это могут быть наши соседи, кстати, с которыми мы общаемся, но мы не затрагиваем определенные темы. Но стоит нам выйти в определенные рамки, затронуть конкретный вопрос, и мы этого человека открываем совершенно с другой стороны. Вот я каждый раз в этом убеждаюсь, тем более в этом проекте были знакомые люди, потому что были преподаватели, с которыми мы так или иначе пересекались на разных мероприятиях, где-то даже в учебном процессе. То есть среди них есть и мои преподаватели, которые меня преподавали. Но мы не затрагивали определенные вопросы жизненные, потому что у нас не принято, когда ты какой-то личный вопрос спрашиваешь у представителя старшего поколения, потому что это не совсем культурно будет. А тут из-за того, что есть такой проект, я уже намеренно созванивался, договаривался, и, конечно же, мы обсуждали именно личные какие-то моменты, в том числе исторические, которые были связаны непосредственно с конкретной личностью, с семьей, ну и с нашим народом в целом, потому что вот эта история, она действительно открывается с новой, с другой стороны, неизведанной. Это может быть абсолютно любой человек, рандомный человек, потому что вот неожиданно просто бывает, что ты просто встречаешься с кем-то на улице, просто какой-то разговор может у вас образоваться, и в ходе этого разговора может появиться целый проект. Ренат, как у профессионального фотографа, я даже не знаю, тебя назвать фотографом или фотохудожником, хочу спросить, на твой взгляд, в чем различие фотографа от фотохудожника? Ой, если честно, сложный вопрос, конечно, потому что фотохудожник в моем плане это человек, который совмещает искусство изобразительное с техникой и старается двигаться в этом направлении, именно применяя те практики, те правила, которые идут, исходя из основ, основ изобразительного искусства. Фотограф же может быть просто человеком техники, то есть человек, который снимает на технику, не применяя каких-то базовых параметров, каких-то сюжетных линий, он именно ориентируется на то, что ему важны какие-то технические параметры того или иного устройства, которым он пользуется. Творческая задумка может быть и у одного, и у другого, просто один основывается на классике, на классике изобразительного искусства, то есть он берет в основу какие-то определенные работы великих мастеров в этих направлениях. Современный фотограф, он может вообще не брать в расчет изобразительное искусство, он берет в расчет именно технические возможности. И я думаю, вот этот, наверное, параметр, вот эта деятельность, она в основном отличается. У них разный подход, но, по сути, они делают, как ни странно, и то, и то считается искусством на сегодняшний день. И, конечно, я не могу не затронуть твою еще одну деятельность, это сфера туризма. Что нового, что интересного, где ты побывал, кого ты встретил, что происходит в этой твоей деятельности нового? В этом году для меня это целое открытие, это новый мир открывается в плане туризма, потому что, как вы знаете, у нас очень бурно сейчас развивается именно туризм, и внутренний, и не только внутри региона, и на территории Северного Кавказа, и, в принципе, по всей России, это очень хорошо, на самом деле. Я надеюсь, каждый, кто задействован в этом направлении, преуспеет и откроет для себя новые возможности. Если говорить конкретно обо мне, то в этом году появились новые программы, в которых я прям был очень рад поучаствовать, мне посчастливилось выехать. Такая маленькая мечта у меня сбылась, я поехал в Узбекистан, открыл для себя эту страну, как раз в плане работы и в плане творчества. И было очень, честно говоря, до сих пор под впечатлением. Что интересного было в Узбекистане? Это, конечно же, культура. Я побывал в самых таких вот известных местах туристических, это город Самарханд и Бухара. Это исторические и, можно сказать, универсальные места, потому что и там, и там есть архитектурные ансамбли, которые действительно не похожи на все остальные, которые мы с вами знаем, потому что есть своя история, есть своя архитектура, своя культура. Конечно же, я наконец-то попробовал настоящий узбекский плов. И в этом плане он ни с чем не сравнится, потому что это национальное блюдо, национальное достояние, считается, Узбекистана. Я понял, почему он отличается, потому что у нас даже при всем желании мы не найдем всех ингредиентов, которые использует Узбекистан. Вот, пользуясь случаем, конечно, если можно, я хотел поблагодарить ребят, которые сделали это возможным для меня. Это наш клуб путешествий «Инраша Тудэй». Если они меня видят, Даня, Маша, спасибо вам большое. Ну что ж, Ренат, я благодарю тебя за интервью. И, как всегда, я желаю тебе творческих успехов и побед новых. Спасибо тебе. Спасибо.